Программу представляет магазин «Всё для Apple Fresh Store». Да, деловая аннотация. Добрый день, меня зовут Ксения Шамова. Сегодня у меня книга Анны Сорокиной, Дмитрия Грица «Навыки современного юриста, soft skills, повышающие эффективность и качество жизни. Возрастная рекомендация 16+. И, конечно, есть яркая история, как она оказалась у меня. А ведь она только что вышла из печати. Обучаясь в магистратуре, я подписалась в Фейсбуке на известных юристов и адвокатов. И совсем недавно, листая ленту, увидела пост, что проводится конкурс накануне презентации выхода книги. Чтобы принять участие, нужно было написать свою личную историю провала или победы в профессии, которая связана с soft skills. И вот эта история мне помогла выиграть книгу. Некоторое время назад мы проводили серьезное крупное мероприятие. Все билеты были проданы, артисты готовы, гости – партнеры. Но за 4 часа до начала мероприятия позвонили и сказали, что вы не сможете провести события у нас. Постановление. А это как раз был год, когда торговые и развлекательные центры закрывали, если они не соответствовали пожарной безопасности. Времени для паники просто не было. Главное – это концентрация на том, что мероприятие провести нужно. И все сложилось, как в хорошем сне или, как говорят, звезды сошлись. В шаговой доступности мы находим другой большой зал, оповещаем партнеров, гостей и участников. И стартуем вовремя. Это самая яркая история, которая до сих пор в памяти. Представляю книгу под редакцией Анны Сорокиной, Дмитрия Грица и Большого Экспертного Пула «Навыки современного юриста Soft Skills. Повышающие эффективность и качество жизни». Книга про компетенции современного юриста. Но если заменить и поставить другую профессию – бухгалтера, маркетолога, риэлтора, предпринимателя в любой сфере деятельности – все, что там написано, будет верно и рекомендовано к реализации. В этом сила этой книги. Почему я так утверждаю? Сегодня, чтобы быть конкурентноспособным специалистом, нужно владеть не только профессиональными навыками. Это «Hard Skills» – жесткие, твердые навыки, но и сквозными компетенциями, независящими от вида деятельности. Их еще называют гибкими, мягкими навыками. Это «Soft Skills» – грамотно строить коммуникацию, распоряжаться временем и собственной жизнью, уметь работать в команде, управлять эмоциями, находить оригинальные решения, уметь поддержать разговор. Все эти ключевые навыки вы найдете в книге. В ней четыре блока про предпринимательское мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативные и управленческие навыки. Если интересно почитать поглубже по этим темам, то авторы позаботились и разместили QR-коды на списке дополнительной литературы, а еще тесты и памятки. Приведу пример. Страница 285. Наводим телефон на код и выходим на памятку переговорщика. «Нет» сказанное один раз еще не значит «нет». Только три раза сказанное «нет» означает «да». Если не знаешь, что делать, бери перерыв. Время – ангел-хранитель обороняющейся стороны. Если что-то не нравится, говори сразу. Сразу не возразил – значит согласился. Когда читаешь, ощущение, что с тобой разговаривают, как будто ты проходишь коуч-сессию. Это та книга, к которой хочется постоянно возвращаться, тренироваться и повышать уровень профессионализма. «Будь больше, чем юрист» – это основная мысль книги. Или как моя подруга и бизнес-тренер говорит – делай на «Тюнс» больше. Сегодня мы с вами познакомились с книгой «Навыки современного юриста» – «Софт-скилз», повышающие эффективность и качество жизни. Под редакцией Анны Сорокиной и Дмитрия Грица и большого пула экспертов. Да, деловая аннотация. Субтитры создавал DimaTorzok